Всем привет ребята, с вами снова я, Майнкрафтер Атопчик, и сегодня мы вместе с вами поиграем в Майнер ВР на сервере Кубкрафт. Перед началом данного ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, а также тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с вами будем приступать. Наша цель это победить в большинстве микроигр, и мы с вами играем в Майнкрафт Бэдрэк Эдишн. Что ж, сейчас наша задача встать на розовый цвет и выпихать всех остальных игроков с этого самого розового цвета. Да всё, 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 угомонись. Всё, мы успешно справились с этим испытанием, так же как и ещё три человека. Следующее наше испытание это пролететь 10 блоков наверх. Ну я думаю то, что это не станет так большой проблемой, потому что мы это уже успешно сделали с вами, друзья. Что ж, теперь наша с вами задача следующая будет. Это взрывной бросок. Что же это значит? Это значит то, что мы должны кидаться вот так вот динамитами. Ай, да вы психи, вы психи, вы психи. Нет, к сожалению, я проиграл в этом микроиспытании. Ну действительно, я там пару раз прям очень жёстко на динамит потел. И поэтому два игрока сейчас обгоняют меня по количеству поинтов. Следующая наша игра это подстричь овец. Ну, в принципе, не торопимся. Я думаю то, что мы с вами и так это достаточно спокойно сделаем. Вот таким вот образом стрижём овечек. Всё, мы всех овечек подстригли. Я имею ввиду количество овец, которое необходимо было подстричь именно нам. Так, сейчас давайте я перейду в настройки звука и сделаю громкость поменьше. Потому что, если честно, громкость слишком как-то зашкаливает. Мне даже неудобно так играть. По-прежнему два игрока обгоняют меня. Но я думаю то, что это не настолько страшно. Ответь на вопрос. Кубкрафт был основан в 2012. Но вообще в 2009 только вышел Майнкрафт, поэтому вряд ли. Но я ответил да. И это оказалось верно. Повернитесь от взрыва. Так, ну вот туда вот куда-то надо бежать, чтобы нас не взорвало. И мы с вами успешно это сделали вместе с игроком, который единственный теперь меня обгоняет на 1 поинт. Следующая наша игра это найти кнопку. Ну что ж, давайте сразу искать кнопку. Я её уже нашёл. В принципе, тыкаем на неё и нормально. Так, меня интересует игрок, который меня обгоняет на 1 поинт. Он также с этим испытанием, конечно, справился. Harvest the crop. Что такое crop, я не знаю, если честно. Ну, может быть... Круп. Но я не знаю, что такое crop. Всё. Я, видимо, не справился с этим испытанием. И первый игрок уже на 2 поинта меня обгоняет. Shot the creeper. Следующая наша игра. Нам нужно попасть по creeper. Ни одного раза я не попал. Я проиграл. Пожалуйста, пусть... Вот, слава богу. Слава богу, ты проиграл тоже. Потому что иначе шансы на победу бы мои стали приближаться к нулю. А ещё один игрок, кстати, тем временем меня обогнал. И следующая наша игра это горячая картошка. Ну, давайте её сразу кому-нибудь спихнём. И, в принципе, убежим подальше от остальных игроков. От остальных игроков. Особенно от тех, у которых есть картоха в руках. И что же. По-прежнему, один игрок меня обгоняет на 1 поинт. Второй игрок обгоняет меня на 2 поинта. Нам нужно сейчас безопасно спуститься. Поэтому, в принципе, этим мы с вами и займёмся. Вот таким вот образом спускаемся. Ну, кстати, не настолько прям, чтобы безопасно. Но, в принципе, мы не разобьёмся, если будем спускаться таким образом. И мы успешно добрались до самого низа. Но я думаю то, что с этим испытанием справились абсолютно все наши сопернички. Хотя нет. Ой, ё-моё. Просто прыгаем сюда. И успешно справляемся с этим испытанием. Так. Игрок, который обгоняет меня на 2 поинта, также с ним справился. А вот игрок, который имеет одинаковое количество поинтов со мной. А нет. Он тоже справился. Что ж, следующая наша игра. Это ловля бабочек. Что такое ловля бабочек, я, если честно, не знаю. А, всё, понял. Раньше была ловля изумрудов. Теперь ловля бабочек. Ну что ж, прыгаем, ловим бабочек тогда. 3, 4. Одну ещё бабочку нужно поймать. Всё. Я успешно справился с этим испытанием. В принципе, неплохо. Так. Ну, правда, всех бабочек у меня дальше потырили. Но ничего страшного. Вот эту вот ещё залутаем. Всё. 6 бабочек мы с вами поймали. И этого достаточно для того, чтобы на данный момент справиться с этим испытанием. Следующее наше испытание. Это нужно справиться со всеми зомбиками. Со всеми игроками. И после этого успеть ещё и лечь на кровать спать. Ну что ж, я думаю то, что мы успеем лечь. Всё. Мы легли. Поэтому, как бы, мы уже автоматически справились с этим испытанием. Ну, кстати, там кроватей было достаточно много. Сейчас чатик пропадёт. Следующая наша мини-игра. Это маршрум паркур. Поэтому мы бежим вот сюда вот. Так. Не сюда. А где начало-то? Вот начало. Маршрум паркур. Всё. Мы первыми самыми справляемся с этим испытанием. И, кстати, тот игрок, который меня обгонял, он меня так и обгоняет. А вот чувачок, который имел одинаковое количество поинтов со мной. Ну, он, к сожалению, проиграл. Последняя наша игра на сегодня это Боу Сплив. Ну, что ж, давайте сразу первым делом поищем вот того вот игрока. Ай. И, к сожалению, меня подбили. Что же, это означает лишь то, что финальное место первое вряд ли мы с вами займём. Ну, как бы, как минимум, потому что Сарел Скейт займёт это место вместо нас. Я не понял, кто же подбил на самом деле меня. Но очень интересно, чем эта игра в итоге закончится. Неужели Сарел Скейт действительно сможет выиграть? Кстати, где он? Вот я не особо вижу. Ну, что ж, в любом случае, до конца этой игры осталось 80 секунд. И я думаю, то, что это будет хотя бы понаблюдать за этим, будет достаточно интересно. Поэтому давайте мы именно этим займёмся. Три игрока у нас осталось на арене. При этом два игрока у нас осталось на арене. Я один из них, я так понимаю, Сарел Скейт, который прямо сейчас упал. Что же, мы занимаем почётное второе место. И Сарел Скейт занимает первое место с отрывом 2 пойнта от меня. Что ж, мы победили. Заняли, ну, достаточно хорошее призовое место. И получили 100 очков в нашу копилку. Что ж, друзья, на этом наш ролик подошёл к концу. Если он вам понравился, и если вы хотите больше таких видосов, то не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал и писать комментарии. С вами был я, Майнкрафтер Атопчик. Я желаю всем удачи и услышимся совсем скоро. Всем пока-пока, друзья.